друзья всем привет меня зовут аня я рада видеть вас на своем канале о вязании сегодня я расскажу вам о своих готовых работах их не очень много поэтому надеюсь что видео будет в этот раз не таким большим как последние мои видео и частично я буду показывать наверное только на фотографиях изделия потому что но не частично но нет наверное две работы только покажу на фото так что нормально так поехали в общем давайте начну наверное с работы которая на мне это мой свитер зеленка я его назвала но в общем у меня проблемы с придумыванием названий я что вижу тупою увидела зеленый цвет ну зеленая ну вы поняли вязала я этот свитер из пряжи софта донигал твит одинарный и три сложения смесовки 20 кашемир 80 мариноса из вули смесовка ноунейм там у меня тут живые клубочки падают смесовка ноунейм без производителя 2400 метров на 100 граммов три сложения вязал поэтому получилось у меня 800 метров плюс софт донигал он по моему если меня не изменяет память 380 метров на 100 граммов в общем получилось довольно толстенькое полотно нет у меня наверное этого образца но я вам образцы показывала по моему в видео про процессы скорее всего единственное вот могу показать полотно рукава видите здесь такие вот очень классные разноцветные но не очень отличаются они конечно от самого полотна такие молочные желтые вкрапления зеленые вкрапления такие цвета морской волны в общем прикольные и сама смесов наряно то что она вообще не тон в тон просто очень круто подошла мне очень нравится и вязала я этот свитер на машинке на моей лкашке любимой вязала я на плотности если я не ошибаюсь 3 я подпишу у меня по моему на раввелри написано вязала я самом деле с этим свитером получилось так что я несколько раз привязывал как обычно и вообще это моя первая плечевая первое готовое изделие именно плечевое которое я связала на машинке поэтому я вообще безумно рада но но естественно пришлось перевязывать несколько раз я очень сделала большую ошибку смотав вместе твит и эту смесовку потому что твит он очень сильно закручивается и получалось так что у меня а вот в этой уже как бы смотки да которые я смотала у меня были такие вот такие отрезки где твит вот так вот просто заворачивался такой вот как не знаю по серпантину ну я думаю вы поняли они смесовки шла ровно и мне приходилось мне пришлось заново это все перематывать ну естественно вручную просто вытягивать твит это было так сложно я не знаю мне кажется я часа три или четыре сидела это все перематывала поэтому не повторяйте моих ошибок если вы будете вязать из двух разных нитей никогда их не сматывайте потому что может быть вообще не очень хорошая ситуация получится связала я перед спинку связала отдельно рукава все это сшила обработала горловину обработала кого вот здесь вот и низ изделия как вы видите у меня здесь нет никакой резинки здесь никакой резинки и вот внизу тоже резиночки никакой нет и не очень люблю конечно когда такое получается даже в других видео в своих тоже так не вставляю знаете когда всадник без головы ну в общем ладно ничего страшного я думаю здесь вот у меня тоже просто обработка и кордом вот так свитер сзади в общем все все так как я люблю ничего особенного все просто все самое такое классическое и несложное видите у меня здесь ой получается такое но немножечко спущенное как бы плечо но не прям такое очень сильное но нету вот такой вот пройму прям из-за того что свитер не прилегает вот например прилегал бы да он довольно просторный ну и длинный ношу я вот с этой брошкой мне кажется очень брошка подходит вообще под сам свитер очень классно за брошку кстати спасибо даши сорокины jaya.ru нее инстаграм к ней мы кстати еще сегодня немножечко попозже вернемся свитером я очень довольна в нем тепло довольно 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 но спасаюсь вот сейчас зимой когда холодно хотя все равно я ношу его на майк немножечко я чувствую вот колючеватость но она не такая знаете когда хочется просто полностью снять поскорее свитер нет такого нет мне эта колючеватость даже немножечко нравится и даже он такое знаете по ощущениям он как будто суховат то есть миринос экстрафайн он знаете такой вот как такой шелковистый а вот такой миринос он суховат и он мне очень этим и нравится значит что касается стирки я уже я уже неоднократно стирала этот свитер стирала я его естественно в машинке на режиме шерсть а и вообще все с ним супер и вот не помню по моему всегда я в горизонтальном положении его все-таки сушила он у меня никуда не пополз не усох не не растянулся в общем все все нормально все с ним хорошо я не знаю с чем это связано я сначала ну и кто-то там тоже предполагал что это из-за смесовки которая держит вроде как твит но у меня точно такая же ситуация была и с шапкой о которой я рассказывала в прошлом видео шапка из софт донигал твит она у меня после стирки вообще не изменилась никак не в сторону увеличения не в сторону уменьшения не знаю почему так получается может быть я вижу ну как-то прыхловато и ну именно твит и пряжи есть место куда разбухнуть поэтому она не особо меняется в размерах ну в общем не знаю почему у меня с видом никаких вот таких казусов не было когда у меня например там свитер превратился в кроп-топ нет но опять же это пока да я ношу этот свитер наверное только пару месяцев посмотрим что будет через полгода через год когда все лето пролежит свитер в шкафу может быть он изменится как-то не знаю все по этой и по этому изделию все единственное по расходу я вот тоже подпишу я не помню но знаете я вот пока помню все параметры по своим изделиям я их все записываю на страничке своей в ravelry я сейчас ее стараюсь прям активно так вести ну иногда конечно я поздновато что-то записываю но в любом случае если изделие готово то там скорее всего есть вся информация то есть это пряжа вес изделия на каких там спицах либо на какой плотности на какой машинке я вязала поэтому если вам что-то очень сильно интересно загляните туда у меня внизу в описании к каждому ролику есть ссылка на ravelry поэтому переходите туда смотрите если вам прям очень интересно но расход прям классный и изделие довольно легкая получилась поехали дальше раз заговорила о даше давайте продолжим как раз изделием которое принадлежит ей авторство этого изделия этой шали принадлежит даше ну блин видите немножечко отлежалась шаль называется она какао шаль и я участвовала в тесте тесте описание в общем для меня это вообще был первый опыт тестирования описание и честно говоря я очень сильно переживал я никогда не соглашаю ну не то что не соглашаюсь никогда не вызываюсь участвовать в описаниях потому что для меня это слишком большая ответственность я ну не то что я не люблю ответственности просто я знаю себя я могу в какой-то момент из-за того что я спешу что-то сделать да потому что там в тестировании есть определенные сроки чаще всего это две недели для меня две недели даже на небольшое изделие иногда бывает ну очень мало тут было благо три недели и благо большая часть из этого времени выходили выпадали на новогодние каникулы я успела сделать вот эту красоту связать вязала я ее из пряжи кашемир на шелке 25 процентов кашемира 75 процентов шелка да это кашемир на шелке от lara piano fancy blend называется артикул здесь два сложения связана сама шаль я думаю да наверное если приглядеться то видно особенно на фотографиях в общем обалденный просто обалденный дизайн мне он очень нравится видите здесь такое длинное 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 крыло с этой стороны сама она такая небольшая слушайте как хорошо когда микрофона не петличка которая цепляется вот на грудь а когда микрофон вот сверху очень круто вот так вот выглядит ну просто потому что если бы я это делала с микрофоном петличка надевал на себя шаль вы бы слышали звуки типа вот поэтому сейчас безболезненно могу на себя примерять все что угодно слушайте я ее почему-то не ношу сейчас примерила и я чуть не понимаю почему я не ношу мне немножечко жалко я думала ее кому-нибудь подарить а вот сейчас примерила и смотрю мне как-то очень прям нравится а я увидела этот эту шаль это описание еще в таком зачаточном состоянии мне сразу понравилось я увидела буквально вот это вот начало вот эти я не знаю листики это или что мне безумно понравилось я даже но не то что все уши проружала я и все время там когда появлялись фотографии вот этой шали там или stories я писала помню ну несколько раз писала что давай давай я жду 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 в общем для меня было огромной радостью и удивлением что даша решила меня пригласить в качестве тестера чему я просто несказанно была рада даже спасибо тебе большое за ну я считаю что это честь оказанная мне и доверие я очень надеюсь что я твое доверие оправдала я в срок успела написала как бы отчет все вроде как выполнила все условия даже на раввлере я смогла закрепить гений смогла закрепить а вот в этом проекте именно такой момент что это описание принадлежит даше поэтому если хотите описание это приобрести заходите ко мне на раввлере и там вот есть закрепление да можете купить там на раввлере но я еще обязательно внизу оставлю ссылочку на саму дашу в инстаграме и на дашин сайт ну там естественно помимо этого описание есть еще куча других даша вообще со скоростью я не знаю какой вообще нереальность света что ли создает красоту и за мне очень нравится блин я не могу на себя насмотреть классно же да обалденный мне очень нравится наверно так и посижу немножечко пока не упарюсь офигенная шаля очень крутая я не помню точно по расходу опять же подпишу тут больше наверное метраж влияет в общем два сложения вязала и у меня получилось 550 получается метров на 100 граммов и ушло что-то в районе но меньше 100 грамм по моему ушло поэтому расход суперский все начинает меня душить немножко жарко расход суперский и очень мне нравится вязка но в том плане что видите ну необычно не могу сказать что это было вязать прямо на раз-два я очень много путалась из-за своей невнимательности потому что здесь не вяжется узор и в лицевых и в изнаночных но скажу я вам логику узора я поняла и ошибки свои когда понимала что у меня где-то есть ошибка я ее легко находила потому что опять же повторюсь я поняла логику узора и не сложно было найти где накосячила пошли дальше следующее это будут мои носочки носочки из пряжи от глюндл вы знаете я вот в таком ажиотаже носочном провязала но не могу сказать что прям очень много носков но по-моему четыре пары из них мне вот наверное больше всего пока нравится в носке именно вот это пряжа это глюндл опять же подпишу здесь помимо шерсти и номер носа и полиамида здесь еще и вискоза это такое не совсем стандартное решение для носочной пряжи но мне оно очень понравилось во первых пока я не стирала пока только вязала прямо было вискоза чувствовалось то есть немножечко такая была скользкая пряжа и немножечко она блестела но после стирки и вообще после нескольких носок и стирок соответственно пряжа ушел из нее блеск но она очень классная я ношу носки активно они немножечко конечно закатались не в прям суперском виде поэтому наверно очень близко показывать не буду но вот так даже не знаю какой носок лучше показать то что ну реально знаете утаптывается все-таки носки но это же не свитер все-таки до носки постоянно соприкасаются с обувью с полом поэтому для них это нормально ну ладно давайте покажу офигенный общий носочек мне очень нравится цветовой вот это решение мне очень нравится что у меня получились два абсолютно одинаковых носка вот и я безумно ими довольна я стираю ну вот эти я сейчас постирала вручную но обычно я стираю в машинке вместе со всеми свитерами и ну сушу я на вот чаще всего на блокаторах таких мне уже возникают у меня в общем мысли что нужно еще одну пару блокаторов прикупить то что как правило я стираю сразу все шерстяные изделия если брать носки то это у меня получается четыре пары как правило до 2 ну 2 минимум я пара стираю сразу же мне нужно их где-то сушить дальше ну да очень довольна супер носки дальше я вам покажу носки где они вот они я вам покажу носки которые я ношу сейчас тоже очень активно носки из за реги перф так по моему они называются это вот который я вам показывала с разделительной желтой линии в матке в общем тоже у меня получились идентичные носочки именно как бы в этом и смысл как раз вот этой пряжи пэйрфект в том что вы вяжете абсолютно два одинаковых носка что у меня в принципе мне кажется очень круто получилось что могу по поводу этих носочков сказать они ну не могу сказать что прям супер теплые но обычные теплые носки зимние хотя у меня по моему из покупных есть носки немножечко потеплее но я в принципе мерзляк поэтому на меня в этом плане ориентироваться наверное не стоит я здесь попробовала впервые набор который называется супер эластичный общем я его нашла на ю тубе и рассказывала про него в своем телеграме я еще попробую ссылочку и внизу оставить на этот на это видео в общем там в принципе все понятно смысл этого набора в том что видите очень 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 эластичная получается край но но он получается настолько эластичным что вот я ношу эти носки вот они у меня вот в такое вот и превратились то есть обратно как-то не собирается может быть надо было конечно взять немножко поменьше именно на вот эту часть поменьше петель а потом просто добавить но не знаю в общем на ноге то это все нормально смотрится но вот так вот конечно без ноги как-то странно у меня уже здесь очень сильно свалялась пятка вот видите такая она спаленная прям но опять же повторюсь носки это расходный материал не вижу в этом ничего страшного связал носки постирал там несколько раз поносила в 1 2 3 сезона и поменял их на другие я в этом ничего страшного не вижу к тому же исходя из того что например носочная пряжа там водопадном предположим да если взять самую бюджетную которая троицка у нас стоит в районе 200 рублей и на например на две пары таких носочков вполне мне например хватает 100 граммов поэтому у меня кстати вот от этого матка еще осталось столько же примерно 50 грамм буду вязать вторую такую пару носков то много не бывает я поняла но мне нужно вдохновиться потому что как раз вот после этой пары я перестала вязать носки и вообще что-то немножечко отошла от вязания потому что вязала их на magic loop и и вязала их очень долго и это была просто боль нереальная на magic loop и больше носки вязать не буду проще проще мне связать отдельно просто записать что и как там я где останавливаюсь сколько рядов провязала где остановилась начала там пяточку вязать или еще что-то мне так все-таки будет проще чем вязать на magic loop нет носки на magic loop это не мое я поняла но сами по себе носки обязательно мне очень понравилось у нас сейчас ну как давно уже так наверно перед осенью пошел такой бум на носки и в инстаграме и в ютубе очень многие писали об этом ну конечно не мудрено что пошел бум на носки ведь холодно сейчас вообще самое то носить носки вязаны то что очень очень холодно на улице у меня даже муж сегодня прохожу в этих носочках он такой горит а то ты связала игру да муж кстати вот я вам показывала как-то носки которые связала у нас такой типа family look одинаковый одинаковые носки у меня и у него из 150 граммов мотка две пары получилось это была пряжа степ 6 от аустерман кстати это пряжа тоже мне очень понравилось так для вот носочков да и наверное на данный момент у меня вот такой типа хит парад первое место разделяют грюндл как раз вот эти да носочки у меня из грюндл и степ 6 от аустерман а потом уже наверное тут идет регия и на последнем месте идет пока пряжа сок е который я покупала на перл эссенсе но об этом я когда-нибудь наверное ближе к следующей следующему сезону отопительному я наверное сниму отдельное видео так что у меня дальше где моя подсказка я вам показать шапку из софта донигал которую я связала но я уже благополучно распустила о чем рассказывал в предыдущем видео поэтому что-то я и не вычеркнул из своего списка дальше у меня идут два динозавра я их вязала по книге сатана слежена эта книга конструктор вязаных игрушек про то как вязать амигуру там рассказывается о каких-то моментах таких принципиальных и важных и вообще оба о основах вот вязание крючком для меня крючок насколько вы наверное понимаете это очень далекая какая-то тема я снимала прям целый ролик по вязанию вот этой игрушки вернее не прям по вязанию а история одной вещи у меня бывают такие видео и как раз вот этих динозавриков одного из них я вязала и снимала видео я надеюсь что к моменту когда вы видите этот ролик тот вы уже посмотрели я его уже смонтировал надеюсь и выложила в общем очень крутые получились ребятушки но у меня их нет я их подарила могу вам только вот фотографии до показать классные получились может быть еще и повторю потому что прикольно вяжется очень удобное описание понятное вообще в книге все доступно и самое что прикольное что опять же повторюсь там объясняются моменты почему нужно делать так а не иначе а не просто сделать и так а если я сделаю иначе что будет в общем там все понятно этот динозаврик очень классная модель мне она наверное больше всего понравилась из уже готовых описаний которые есть в книге вот и рада что именно его я связала что это была моя вот ну да наверное первая такая игрушка прям именно как животное это динозаврик я бы взяла по готовому уже описанию дальше последнее что я связала и убираю уже эта корзинка из как это называется трикотажная пряжда по моему она у меня уже заполнена видите всякими здесь у меня спицей потом вот у меня пенал со всякими штуками для машинки она разноцветная да видите и связана крючком вот у меня соединительный этот вот ряд вернее не ряд а столбик но его давайте сделаем вид что его нет что все красиво я связала его из пряжи которая у меня осталась после может быть помните мы когда-то с моими коллегами ездили в москву еще по осени в москву на форум вязание как бизнес в общем там подарки дарили и вот одним из подарков был не то что подарок а такой тест тестер маленький пряжи вот такой вот трикотажный от кого-то магазина я честно говоря не помню и были маленькие маленькие такие клубочки но я не знаю грамм там наверное 15-20 было естественно из одного такого клубочка ничего не связать все остальные мои коллеги хотели эту пряжу просто выбросить я их попросила отдать мне и из этого у меня получилось видите 4 было клубочка у меня получилась такая корзинка я давно хотела связать такую корзинку ну хотя бы примерную да действительно это было но не то что моя мечта а просто я уже чувствовала необходимость такой корзинки потому что не всегда удобно что-то держать в коробках или тем более в столе удобно когда вот так вот это все в свободном доступе но и вот это получается моя последняя готовая работа на сегодняшний момент и я ей тоже очень довольна все я вам рассказала больше мне рассказывать вам не о чем поэтому я с вами попрощаюсь